В Республиканской прокуратуре прошла пресс-конференция, посвященная вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. В ходе мероприятия представители надзорного ведомства подвели итоги работы в этом направлении за прошлый год. В частности, было озвучено, что за истекшие 12 месяцев прокурорами выявлено свыше 3,5 тысяч нарушений законодательства в данной сфере. Внесено полторы тысячи актов прокурорского реагирования. 650 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам проверок возбуждены 26 уголовных дел коррупционной направленности. При этом большая часть нарушений выявлены при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд и распоряжении бюджетными средствами. Как пример могу привести, что в Республике при строительстве стратегически важного объекта по результатам проведенной прокурорской проверки был выявлен факт хищения суммы 525 миллионов рублей. Мы все практически уроженцы и жители этого города. Если мы посмотрим по федеральной трассе Черкесск-Домбай-Карачаевск, это Узжигутинский район, поселок, микрорайон. Возле микрорайона Московского вы видите, будете наблюдать бетонную конструкцию, которая завершена строительством на 40%. Фактически в федеральном бюджете на строительство данного водосброса было выделено на 1,2 млрд. Но имеем такую картину, когда деньги похищены, объект построен всего лишь на 40%. Некоторые данные, проводимые в регионе работе по противодействию коррупции, озвучил начальник профильного управления главы Республики Абрек Аджиев. Так, по итогам организованного в Карачаево-Черкесии опроса об отношении к взяточничеству, около 20% респондентов осудили и дающего взятку, и того, кто ее принимает. 10% опрошенных негативно высказались лишь относительно дающего, около 40% только оберущим. Еще примерно 10% никого не осуждают за участие в незаконной передаче денег. Это говорит о том, что хоть в целом в обществе имеется негативное отношение к взяткам, но большая часть людей лояльно относится к этому процессу.